Как говорил Душан Маковеев, и значит, надо как-то избавляться от физиологических зависимостей. А дружба – это что-то такое более ровное. Ну, как писал, собственно, Батюшков, только дружба обещает мне в бессмертие венок. Дело в том, что я как раз, ну, страшное дело, зачем я это говорю, я как раз скорее гораздо меньше верю в дружбу. И в этом смысле я, так сказать, по-пушкински скептичен. В общем, мне приятно думать, что я иду по пушкинским следам. Что дружба, лёгкий пыл, похмелье и покровительство, позор. Я действительно очень редко видел образцы чистой дружбы. И почти всегда была дружба между мужчиной и женщиной. Такая себе, как сказать, амите амурез, понимаете, влюблённая дружба, промежуточное состояние. А дружба в чистом виде, ну, она почти всегда мрачена или завистью, или неравенством, или идейными какими-то расхождениями, или, кстати говоря, личной неприязнью, под которую подгоняют идейные расхождения. Так что боюсь я, что случаи дружбы настоящей, они гораздо, что ли, реже, чем любовь. Потому что, понимаете как, девушка красивая имеет шанс понравиться вне зависимости от своих душевных качеств. А в дружбе этот эротический элемент почти всегда отсутствует. То есть, вряд ли вы будете дружить с кем-то за то, что он красавец. Или, там, вряд ли вы будете выбирать друга по признаку только личного обаяния. Для меня в друге всего важнее надёжность. Это качество встречается довольно редко. У меня довольно много друзей, пожалуй, я могу назвать десятка два, это большая удача, десятка два людей, которых я искренне считаю своими близкими друзями, важными для меня. Из них, безусловно, я доверяю, безусловно, я всегда могу рассчитывать на человек пять-шесть точно. И по отношению к ним я тоже стараюсь быть достаточно надёжен. Но это я за 50 лет жизни набрал, понимаете. И у меня всё-таки возлюбленных было гораздо больше. И для того, чтобы их любить, от них не требовались никакие особенные человеческие качества. Вот такая это грустная логика. Поэтому к дружбе я отношусь более уважительно, и дружба явление более редкое, скажем так. Имели ли они...